Всех приветствую ребята погнали дальше так что у нас тут дальше да 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 нам нужно сходить в бардель этот и в принципе вот до этого моста у нас все уже исследовано я могу залезть ясно добро пожаловать в ласку шарес где наши изысканные напитки утонченные чувственные наслаждения вернуть силы даже самому даже самой измученной душе ласка шарес понятно ну пойдем туда если у тебя есть золото у нас есть все что ты только пожелаешь ух ты кошка кира так где этот слон летающий ух ты кошка кирпичи ух я его по звуку услышал Тут еще и третий этаж есть Ну неплохо, неплохо А этажа ниже нет вроде бы Ниже нет спуска Так, ну ладно, все смотрели, я хочу с кошкой поговорить сразу же И же ты хочешь засвидетельствовать почтение настоящей хозяйки дома Какая умная зверушка Что ж, сегодня тебе повезло, в это время я как раз принимаю комплименты И ты можешь сделать подношение И ты все так замечательно Твои глаза, как два зловещих самоцвета И они вселяют страх даже в самых самодовольных крыс Твои лапки А, твоим лапкам пристало сбрасывать лишь самую изящную хрустальную посуду Твой великолепный хвост способен подставить под ножку Ничего не подозревающему слуге с императорской грацией Попытаться погладить кошку Но давайте про лапки, это, по-моему, самое милое и интересное Из того, что тут есть Иногда даме просто необходимо заявить о своем присутствии Деликатно, конечно Неумытому спроду, что проводят время в этом заведении Стоило бы поучиться у тебя учтивости Мне приходится страдать от их невежества в одиночку Но ведь, как говорят, разделенное бремя лишь половина бремени О чем шепчется вон та подозрительная парочка Разве тебе самому отсюда не слышно? Они говорят о новом жирном коте на дне преступного мира Ступай да послушай Что касается их самих Один никогда не моется, зато льет на себя розовое масло Второй не способен удержать в брюхе выпивку Не стоит знать, кто скрывается за этими шикарными занавесками Двое наших самых популярных работников Они дроу, и ночь с ними может изменить всю твою жизнь Если, конечно, ты можешь себе это позволить Конечно, это брат и сестра Но, судя по толпам проходящих к ним посетителей Большая часть этого города так же отвратительна, как и они сами Что ты думаешь о вашей клиентуре в целом? Тема эта довольно обширная, потому что гости у нас бывают самые разные Но есть один частый посетитель Самоприсутствие, которого меня оскорбляет Одевается с иголочки, но от него жутко смердит преисподней Ну, то есть, чем-то инфернальным Отвратительно Угу, кажется, я даже знаю, кто это Видимо, наш друг-дьявол Так, ну, что у нас тут? Финансы Финансы Ласки Шарес Расходы Ну, то есть, в профите они, грубо говоря, на 90 золотых Альмира, дорогуша, нам нужно идти замену нашей строгой библиотекарши Досадно, что приходится так рано это делать Но мы на грани потери всех накоплений Пора затягивать пояса, пока Кризис не разогнал всех завсегдатов По их собственным постелям Наверное, близняшки пока могут поработать по отдельности А у тебя позади долгий путь Тело ноет от раны усталости Ты здесь за пропитанием Нет, за наслаждением Лицо холодное, как лед И горящие огнем глаза О, да, я знаю, чего ты хочешь Крепкая дворфийка, кожаный кнут Она дает, ты получаешь Или я неправильно поняла тебя Все, что я тебя обрабатываю Боюсь, это не первое, что приходит мне в голову Но отказываться не стану Конечно, не станешь Лишь это же, кто же сможет устоять перед искушением При мысли о плетке, впихивающейся в плоть Тебе нужна Фиона, наша строгая библиотекарша Но сегодня ее нет Раскаянию придется подождать Впрочем, у нас есть и другие способы заполнить твою пустоту Во-первых, выпивка Во-вторых, пара дроу Выбирай свой грех А завтра твоя строгая библиотекарша вернется? Я не предсказательница Сладуся Будь у меня хрустальный шар, обещаю Я у него спросила бы Если честно, Фиона пропала без вести А мои руки, конечно, умелые Но не предназначены для того, чтобы переворачивать все камни Под которыми она может спрятаться У тебя есть? У тебя здесь есть дроу? Звучит очень... Хотя нет А какие у тебя есть еще варианты для общения? Ниша Наоис, наша прекрасная нимфа Но она сейчас занята Сладуся В гроте нимф на верхнем этаже Это гостья Ее любимица Сомневаюсь, что тебе удастся ее оторвать Однако нам повезло Сейчас у нас временно находится дьявол Он наш гость Но попросил, чтобы я отправляла к нему любых потенциальных клиентов Всех, кто к нему заходил Это очень сильно меняло Этот дьявол называл свое имя? Да, называл Рафаил Действительно Непристойно красивый А голос какой Это самое грязное богохульство В его устах Позвучит гимном Гимном У тебя есть здесь дроу? Звучит очень заманчиво Да, причем близняшки У них такие руки Они могут камень в шелк обратить Чтобы не завязался в узел В твоем теле Они это распутают Они за занавеской направо Чтобы наслаждаться их услугами Нужны монеты и изрядная выносливость Однако нет лучшего способа потратить деньги и силы Ладно, тебе нужна помощь Давай я найду для тебя Фиону Мое призвание служить А не принимать услуги Но отказываться было бы глупо С этой девочкой монеты так и текли в мои ларцы Два пролета вверх Комната удовольствия Фионы Библиотека Эльминстера Держи ключ Библиотека Эльминстера Да, вкусы у них бывают очень-очень странными А, библиотека Эльминстера Это же этот маг Наставник Гейла Я только сейчас что-то сопоставил Ладно Все, все темы обсудили Давайте посмотрим, что нам тут такие квесты насыпали Так Заключить сделку с дьяволом Новый квест Мы поговорили с мамзель Амирой на первом этаже Ласки Шарес И она рассказала, что дьявол Рафаил снял одну из приватных комнат наверху Что он здесь делает? Надо наведаться к Рафаилу и выяснить это Так, найти строгую библиотекаршу Фиону Так, осмотреть ночлежку Фрейга Мы нашли дневник Фионы в сундуке в ночлежке Фрейга Похоже, она очень обеспокоена переменами в поведении сына И его внезапной склонностью Чего? Я еще не нашел его, алло Класс вообще Мы поговорили с мамзель Амирой, хозяйкой Ласки Шарес Она попросила нас найти пропавшую без вести работницу Фиону Начать мамзель Амиро посоветовала с комнаты удовольствия Фионы Которая называется библиотека Эльминстера И находится двумя пролетами выше Угу, хорошо Так, ладно Вот это лицо, я бы запомнила, если бы увидела Добро пожаловать в Ласку Шарес Что Хутс может предложить тебе незнакомец Мне кажется, ты не прочь выпить Эля А может быть Хотя нет, мой новый рецепт тебя с ног свалит Лаза моргнуть не успеешь И в глазах у спектаклей Молкашка всякая, да? И молоко в том числе, и кофе даже По-моему, кофе мы, кстати, ни разу не видели в игре А вот Все вот эти разновидности в винище По-моему, уже все, возможно, видели Покажи, что у тебя есть Я хочу посмотреть, что еще у тебя есть Ну, не знаю, про одно это и то же Или про что-то еще, что у нее альтернативно может продаваться Ладно Какая история у этого места У Ласки Шарес, да это детище Мамзели Промочи горло, увлажни кожу Уйми зуд Получи то внимание, которого хочешь И избегай внимания ненужного Могу поспорить, бармен в таком месте Слышит великое множество историй Мое дело кружки наливать, а не секреты подслушивать И хотелось бы, чтобы так и осталось Я хочу посмотреть, что еще у тебя есть Ничего нового, понятно Так, похоже, что твой новый рецепт Рецепт как раз то, что нужно Хочу попробовать Я даже не знаю, дружище Худсов шмурдяк в башку бьет сильнее, чем все мои 10 костяшек Он может поднять тебе настроение Наделить красноречием или просто вырубить Не узнаешь, пока первая капля не попадет в глотку Угу, я рискну, давай свой шмурдяк Ага, вижу, ты знаешь, чего хочешь Первая порция за счет заведения Только не жаловаться, если у тебя большие пальцы на ногах отвалятся Или язык свернется в узел И все То есть даже я думал, там Какая-то проверка будет Там буду пить при ней его Новое изобретение Барменши Худс из Ласки Шереса Словно одеться в трезвость Порыв дикой магии Начать пристать сложную Чего? Я не успел Получается состояние безудержная пляска у Отто Ну, я не успел Прочитать, что там было Опять два варианта Амулет-пьяница Ну да, вот, кстати Худсов шмурдяк у него появился Что от меня, Худс Твоя новая партия припекает сильнее, чем кулак Адской Бестии Приму за комплимент На здоровье Только я больше это пить не буду Мне лучше, как обычно А вот и мой Любимый невезунчик Рафаила Рада тебя снова видеть Хотя у меня, по твоей милости, карман полегчал Босс поставил пять монет души на то, что мы Что ты таки доберешься до города с головой на плечах Он снял комнату наверху В надежде, что ты зайдешь к нему в гости Я чуть не помню, кто это Вот мы и встретились снова И в самом деле Оказывается, что босс послал меня Приглядывать за тобой сто лет назад Не торопись, сядь, выпей, поразмысли Иди к нему, когда соберешься с мыслями Сходи к Рафаилу, а потом можешь угостить меня выпивкой Ты, похоже, умираешь от жажды, солнышко Еще кружечку Адово-серое, еще глоток киса И все наружу полезет Но меня что-то тянет на остренькое Может, дашь мне попробовать? Что-то ты, дай мне вкус Как на лютние играю Что скажешь, куколка? Садись ко мне на колени Посмотрим, что вылезет У меня от тебя прям мурашки, дракон Ты мой ласковый и нежный зверь Нет, дракон Поджигающий мое гнездо феникса Я утолю твою жажду, дракон Ты раздвинешь губы и вкусишь мои сущности Ох, я вкушу твои сущности Хутс, заказ, еще кружку для кулака А у нимфы сладкий язычок и фигурка подстать Проклятие, этот Эль меня размотал Хочешь выпить, тебе куц Ищешь удовольствие, обратись к мамзеле Мире Понятно Прости, солнышко У меня уже есть, о ком позаботиться Ну, понятно Горожанин-человек Горожанка-человек Ладно Тут внизу не такие услуги солнца У меня есть муж, а ты не в моем вкусе Не найдется немного ненужной еды Ну, чего ж не найтись, если ты готов заплатить, конечно Угу Надеюсь, у тебя есть веская причина отвлекать меня от готовки Блин, я хочу ему все-таки подкат этот жирнейший и тупорылы оформить Так, я могу доставить тебе такое удовольствие, куда там твоему мужу Да-да, конечно, я все это уже слышал, пирожочек Давай, проваливай Теперь, освобождайся Хм-хм-хм Ох, лучше бы тебе... Блин, кошки вот эти болтающиеся в воздухе Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха 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 Так Ха-ха-ха 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 По край уходим Все, все, что все Мышка Мы как-то по-другому сюда не попасть, да, только взломав эту дверь да вроде нет никто не возбудился от этого стоять угнетатель я экспортирую продовольствие в этом подвале на благо всего крестиного рода это как это у тебя так выходит вообще-то это тоже для этого тогда ты один из нас ты веришь в равное распределение пищи независимо от вида о да кстати и заодно вам надо бы восстать и свергнуть этих самых угнетателей и восстанем устремимся прямо в лицо угнетателям и их глупым законам не оставим ни одной корочки не погрызанными нет времени бери все что можешь утащить а нахер не такой небольшой фан-сервис в виде вот этого там мышонка революционера подливка чуриза я только сейчас только сейчас прочитал его имя двое мужчин не громко переругиваются твоих ушей доносится одно имя девяти палая это имя тебе знакомо девяти палая глава гильдии преступной организации орудующей во вратах балдера торгануть при этом с ними можно так прислушаться к разговорам тяжеловато будет повезло крыса теперь в гильдии да поговаривают у девяти палой появился достойный соперник новый криминальный вратила это настоящая гора мяса и мышцы дикий как медведь оборотень если он решит сместить девяти палую мой пенок на его стороне звучит все скверно как девяти палая девятая преисподня наверное поэтому она и позвала нас на помощь правда а я как раз слышал что зэн заключили сделку с новым погоди-ка эй ты чего наш разговор подслушиваешь атаковать идеально что у тебя там в башке давай посмотрим нет посмотрим девяти палая из-за зеновии придет в ярость ей ничего рассказывать не собираюсь мне нужно поговорить с девяти палая зеновия но лучше ты чем я тогда слушай потому что повторять я не буду нижний город василийского ворота гильдийская таверна и это все что ты от меня узнаешь а теперь проваливать беседа официально закончена тебе заняться нечем сходи в цирк нам компания не нужна привет и пока отойди я слышу как ты дышишь так заключить сделку с дьяволом угу мы повстречали прислужницу рафаила карилу на первом этаже ласки шареса она сказала что ее хозяин ждет нас наверху в приватных комнатах так и помочь под герцогу мы послушали в ласки шарес кое что интересное похоже что девяти палая глава местного преступного синдиката столкнулась с новым противником каменным лордом нам стоит зайти в гильдийскую таверну и расспросить об этом поподробнее хорошо хорошо и миссия шапоу нравится как я рву смычком а цепь монеты мы сможем всю ночь провести за игрой Знаю, моя работа пальцами безупречна Но похвалить ты можешь меня позже Давай подыграю, я тоже так умею Ну, исполнение успех Все-все прибежали Давайте дверь исходить сейчас будет Еще никто денег мне даже не кинул О, да, ого Только сегодня, только у нас Кабаре с участием ролла-раздевателя Вы такого вратах Балдура еще не видели Что, 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 что? Использовать заплатите чеканной монетой Продемонстрируйте свое восхищение чудесным представлением О Блин, а я так умею? Как так же сделать? Заплатить чеканной монетой? Блин, видимо никак, ну Ах, Костер, поставь все на меня А, за него не сесть поиграть, да? Ты можешь пялиться сколько угодно Мы можем танцевать Мы можем танцевать, если хочешь Ладно Давайте пообщаемся с этими дроу Посмотрим, что они нам скажут О, сейчас видно, что Ты не такой, как все Только намекни А мы уж тебя обложим Главное, не стесняйся И как вы дошли до жизни такой? Дома, в подземье Я был картизаном И сестра массажисткой Но там уж с ней матриархи Обращаются с мужчинами Хуже некуда И мы сбежали Жители поверхности Жаждут иметь секс с дроу Для многих это фетиш Сейчас мы можем Ни в чем себе не отказывать Благо, работа позволяет Но тебе никогда не хотелось заняться чем-то иным? Возможно, когда мы с братом скопим достаточно золота Мы отправимся навстречу иным приключениям Но пока нам и у мамзели отлично Но Жизнь здесь комфортно С мамзелем Я не могу Это хорошо, что ты нашел для себя безопасное место Мне пришлось бы ограничивать себя куда сильнее, чем это происходит при играх в связывание Если бы я работал в любой иной области Здесь то место, где я могу быть с собой беспредельно Многие приходят, чтобы поведать мне о своих навязчивых идеях Которые не разделяют, с ними никто другой, кроме меня И Никто не будет снова Вспышка небывалой страсти Каждый день Что может быть прекраснее? Не желаешь ли испытать? Не хочешь попробовать? Не поверь мне Ты очень пожалеешь, если Не увидишь в действии мой Мензо-Беранзанский О, а это твой партнер? Какая роскошная пара Думаю, мы с вами сумеем договориться И поверь мне Ты очень пожалеешь, если не увидишь в действии мой Мензо-Беранзанский Любовный трюк Вы двое удивительно похожи Мы же близнецы Вы же на самом деле не спите с друг другом, правда? А если у вас ребенок родится Ин-брин-динг Ин-брин-динг Вот это вот все Выйдя на поверхность, я купил чары, благословящие меня бесплодием Если тебя это уж так волнует Вы же на самом деле с друг другом не спите, правда? Мы можем немного поцеловаться на показ, но когда нас нанимают вдвоем, обычно в комнате есть много других клиентов, которые требуют внимания Зачем вам моя пара? Ну, нас-то двое, замечаешь? Включи свое воображение Я хочу вас с обоих, надеюсь, мой партнер тоже не откажется присоединиться к веселью Заманчивое предложение, но мне бы хотелось, чтобы мы были только вдвоем Хотя бы в первый раз Я тоже так думаю Вот и чудесно Если живы будем У нас впереди Будет еще много ночей Да, Шадоу Харнас дольше всех морозит О, здесь можно же и на второй этаж было подняться Ну ладно, нам нужно с Валерией поговорить Сказать, что мы вообще уже все распутали на свете Очередное дело закрыто Очередная бутылка открыта Ну что, ура мне Погоди-ка, мне знакомо твое лицо Ты разговаривал с Янисом, когда я уходил из храма Наверняка она тебе Тебя на что-то подговорила Я уверена, что она тебя зашла на что-то К сожалению, так и есть Я нашел новые улики, следователь Приоритет расследования Она попросила меня найти настоящего убийцу Лоргана, раз уж тебе до этого нет дела Какие живые рабочие пчелки Ну зачем, надо было портить прекрасный вечер И... Ох, этот взгляд я знаю Ты мне напоминаешь Девелло Ну хорошо Не сомневаешься в моих выводах Кто выкладываешь, что ты нашел? Что ты нашел? Кто такая Девелло? Моя помощница Она сейчас в Нижнем Городе Расследует убийство герцогини Стелмины Но вернемся к нашему делу Что тебе удалось найти? Так, давайте почитаем Что там в бумажке этой Дознаватель Валерия Вот пределы, которые должны стать для вас приоритетными На этот десяток дней 612, так называемый чумной корабль В разбитых доках 655, убийца, отрезающий руки И 657, смертельно раненая служительница волн из бухты То, что в Балдруском вестнике именуют делом старины Чомса Главным из трех, понятно, должно стать дело серийного убийцы 655 Поскольку оно портит нам репутацию Так что поймайте этого ублюдка С пола, хляра, партир Понятно Никаких новых диалогов не появилось, к сожалению, после прочтения этой записки Так, ну давайте По нарастающей пойдем Я говорил с обоими трупами Их убил дварф, одетый в красное Это бессмыслица какая-то Зачем этому дварфу убивать Ларгана? Мне нужно что-то более весомое, чем туманные утверждения Мне нужно что-то убедительное Веские доказательства Осязаемые, не меньше Под храмом обнаружилась группа меняющих облик убийц их и тела новых жертв Это потрясающе, но никак не опровергает гипотезу о том, что отца Лоргана убил Брилгар Не так ли? Хочешь меня переубедить, тогда тебе нужно найти более веские доказательства И не забудь про мотив, раз уж берешься за дело Зачем убили Лоргана? О, какой стук прекрасный Соседи ремонт делают Гады В туннеле под храмом я нашел орудие убийства, которое ты не заметил Или Так, убийство Ну давайте, да, про орудие Это большое открытие, но Оно не на все вопросы отвечает Зачем убили отца Лоргана? Может он читал ужасно скучные проповеди? Я так понимаю, по той же самой причине, по какой убивают всех остальных жертв из списка, чтобы снискать милость Баала Да ну, и ты туда же Девелла мне про Баала прожужжала все уши за последние пару месяцев Большим экспертом себя считает Я думала, что все это типичные городские байки, чтобы нервы пощекотать, но она была как-то уж слишком настойчива Даже для нее Ну ладно, я готова тебя послушать Так что, по-твоему, происходит? Блин, мне бы, конечно, с этим челиком поговорить Чтобы он там свою позицию объяснил Узнать, просто знать бы, где он сидит Вот, чтобы пообщаться с ним Ну, то есть здесь тюрьма находится Вот, как бы В чем суть Так Это не домыслы, у меня доказательства есть Вот тут ясно написано, как эти убийства связаны с возрождением культа Баала Не тычь мне в нос своими бумажками Я и так с утра до ночи в канцелярию утопаю Констабель Девелла мне теперь всю плеш проест Раз уж вы с ней одинаково несносные зануды, так иди с ней пообщайся Она сейчас, скорее всего, в таверне эльфийская песня Покажи ей свой список А я останусь тут и с кулаками поговорю Да, и пропуск возьми Это, чтобы пройти в Нижний Город Это, чтобы пройти в Нижний Город Ну, чего ждешь? Тебе разговор Тебе заковы раскрыть надо Шевелись Куда ты полетел? Я этого не допущу, пока я на посту Типа еще я раскрыл это дело Расследовать убийство Поговорить с десницей Девеллой в таверне эльфийская песнь Дознаватель Валерия теперь убеждена, что убийство отца Лоргана связано с другими преступлениями Она попросила нас рассказать об этом ее констеблию, десницей Девелли Которая находится в таверне эльфийская песнь в Нижнем Городе Угу, понятно Ну, я бы хотел еще чуть-чуть попробовать переиграть Если я скажу, что я пока не готов строить поспешные доводы И хочу еще проследовать, потому что ну все-таки с этим челебосом С Лорганом думаю поговорить Узнаватель Валерия была не слишком довольна, но приняла доказательства, оправдывающей Брилгера Она попросила нас отнести список целей десницы Девелли в Нижнем Городе, чтобы помочь С еще одним текущим делом Угу, хорошо Понятно И все равно завершается на этом, да? Понятно Так, давайте пока борделя ставим Что-то я не знаю, блин, может отсюда было быстрее дойти Ну, раз уж все равно телепортнулся Давайте Топаем туда А я пока погуглю про этого товарища Где он тут? Да, Брилга Исследовать храм Это мы сделали Ключ в форме цветка И орудие убийства Это мы сделали Где найти дознавателя Валерия Ну, в этом квесте не говорится, где этот чел сидит Так, вот она Благодарю тебя Теперь обвинение сбрил Грилгера снятый Мы можем снова помогать беженцам И все Спасибо Спасибо Хм. Время может быть тяжело. Если вы хотите найти... Ча-но... Мейтл 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 Если ты влез, то ты можешь ждать с нами Ты никогда не уйдешь Он ничего не уйдет Ммм, в ночлежку еще надо зайти Ну давайте Это я бы сначала доисследовал здесь все Мне осталось всего один этаж Потом в ночлежку пойдем Попробую тогда еще Ввести где найти Брилгера Он мне все это выдает Как раскрыть убийство А где сам этот Брилгер Непонятно Один из Шереси Он... Мгм 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 Я желаю, что я мог бы тебя Но... Я имею в виду Попробуй Какой бы сюда Подателю всего пропуска разрешен Проход в нижний город Дознаватель Валерия Что-то я, по-моему, больше вещей подбирал Они, наверное, где-то там в середине Упали куда-нибудь Хм... Или нет Так, а точно здесь же еще дьявол Нас ждет Нас ждет Или... Или нет А где он? Точно, вот если здесь еще пройти О! Они соединяются, кстати Почти Ничего себе Скажи Скажи Я красивая? Ты не просто красивая Ты зарево Авроры Раскинувшиеся в серебряных небесах Ты золотые дюны, что Разметались над Калимом Ты Золотые дюны Светы Калим Ты Плод запретного дерева Нежность моей кожи Сладость на моем языке Ты Мой грех И мое спасение Свет На моем Свет Ты Моя Свет И Свет Твой паразит Беспокойно шевелится И ты вдруг видишь нинфу голодными глазами огненного кулака Твои мышцы дрожат от ее желания, кожа горит от ее жара Что 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 с тобой, Яра Что ты Что ты Постой Я тебя знаю У вас тут весело, можно с вами Интересно Разумеется, нет Яра наш ценный Твоё лицо Абсолют Показало мне его Яра, что происходит? Кто этот мужчина? Собрать Приготовиться В твоей голове взрывается крик агонии Начались изменения По стулы вскипают под кожей Кости скручиваются Рвется плоть И вдруг Пишина Показало мне Силенс Что происходит? Да Легко Да Легко В принципе, за один ход победим Я думаю, что ты можешь взять меня Я 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 Этим Я Я Желаю Скажите Книж Эти У тебя клиентка умерла, я думала... Я думал, ты сильнее расстроишься. Кто? Кто? А, ну да, Яра. Мне и вправду будет не хватать её монет. Хотя ты, наверное, не это имел в виду. Но, может быть, это не то, что ты думала. Выбрось её из головы. Давай смотреть вперёд, а не назад. Она пристально вглядывается в тебя, твое дыхание очищает. А сердце словно замирает в груди. Так, блядь, ёбаная проницательность. Нет, ну пожалуйста, только не она. Попробуем ещё раз. Чувства женщины предельно обострены. В ней разгорается огонь. Свежеватель разума для неё не просто диковинка. Это предмет желания. Ммм, ничего себе. Интересно как. Это существо тебя возбудило, не так ли? Не стану этого отрицать, ведь моё желание столь же естественно, как виноград на лозе. Впрочем, быть может, мой вкус смогли бы удовлетворить другие явства. Что ты имеешь в виду? Восхищение. Закрой глаза и слушай. Ну ладно. Ты видишь одну лишь темноту, сквозь неё пробивается свет её голоса. Он теплее солнца, но холоднее ночи. Всебытие. Здесь нет страданий. Здесь ты ни в чём не нуждаешься. Здесь ты есть всё. У тебя есть одно слово. Скажи мне, кем ты будешь? Все закрыли. Довольным. Ты не просто довольный. Ты исполнен покоя. Твой живот сыт, разум спокоен, глаза светлы. Ты больше не услышишь звона стали, а сталь. Тебе больше не придётся страшиться волчьего войли Рыкоогра. Тебе тепло, и ты в безопасности. Твоя плоть дрожит, а сердце разрывается. Это настоящий экстаз на одно мимолетное мгновение. Открой глаза. Я запомню тебя, а ты запомнишь меня. Восхищение. Существо получает бонус с броском атаки. Проверком характеристик и испытанием до следующего долгого отдыха. Ммм, неплохо. Ну чё у меня Гейл стал перегружен? Ммм, ну ничего удивительного, да. Надо распродать с него всё, что можно и нельзя. Я имею в виду. Я имею в виду. Корпс остается. жаль лампа обычная лампа в ней нет и следа магия так так не могу отказать себе в удовольствии он да я хочу брать ну что-то к сожалению здесь ничего интересного нету ебать серьезно нет не стал прыгать не прыгает так ну ладно давайте загрузимся раз на крышах ничего интересного для вас нету ладно здесь мы все посмотрели давайте в другие комнаты заглянем в комнату с дьяволом мне надо с собой будет взять других персонажей так приватные комнаты ласки шарес громче станет библиотеки не стесняйся правило читального зала всякий кого поймает библиотеки за самоудовлетворение будет привязан к шкафу со закованными книгами любой волшебник застегнутый за изучением особой коллекции без специального разрешения будет вынужден прочитать вслух си библиотеки отрывок которым он наслаждался любому кто нарушит тишину библиотеки рот будет замедлить незамедлительно замкнут заткнут просто вот так сел ладно ну чё такое кожаный наряд с чокером отправлю в лагерь опять до чего-то там не дотянуться тут на крышу можно залезть ничего себе а вот и дневник фионы про который мы уже заспойлерили все потому что задание некорректно работают чего а полотнявое полотенце мне показалось это записка ну чё давайте читать теперь ого добыть не может чтобы мы все это не читали но ладно да погнали вот эту мы уже прочли на обложке этой бульварной эротической книжонки описывается ее содержание после месяца взлачения в шахтах нашкеля чародейк сан не может больше вносить одиночество и решает ублажить себя с помощью своего единственного спутника разумного меча по имени лунный клинок класс одна ночь в нашкеле тот кому попался тхаяц текст написано на обороте этой пошлятины рекламирует ее неторопливая история врагах ставших любовниками в которой участвуют жестокий архимаг из тхая и его заклятая противница чистое сердцем и мускулист и мускулистая берсерк ладно пронзительный взгляд охотника эта брошюра пересказ свирепого спора между двумя поклонниками дриста до у ордена о том какого цвета у него глаза аквамаринового лазурного алого или янтарного может сразу лагерь отправить так воля йосима ревизионитская сенсационная новелла с рекламной выноской в этом сексуальном приключении в альтернативной истории единственные неповторимые йосимы не придает отроди ба не придает отроди бала напротив он делает почти все о чем отроди бала попросит причем очень охотно так на тростью у дворецкого нехилый набалдашник в центре этой комедии ошибок дворецкий винсент распингтон это глуповатый и чопорный драконорожденный который ничего не понимает в делах прекрасных дам и их кавалеров но постоянно вляпывается в крайне эротические ситуации с местной знатью не стоит и говорить что он к этому совершенно не готов особенно хороший эпизод когда винсент драконорожденный двух метров ростом на званом ужине должен притвориться застенчивой гномиха по имени миссии кривощель одним словом полный хохотач полный хохотач ладно перекрывающиеся линии в предисловии к этому изданию рассказывается что в нем есть выходящий дважды в год альманах рисунков и рассказов повествующих о знаменитых героях врата Балдура авторство их поклонников принимаются работы читателей так дневник Фионы раскрытая книга ну давайте прочтем ему становится все хуже шепот ночные кошмары кровь я знаю что он что-то скрывает и остальные в ночлежке тоже знают я видела как они на него смотрят и как смотрят на меня они боятся его и я не могу их винить я тоже боюсь мы нашли дневник Фионы в ее комнате удовольствия похоже что она в ужасе от чего-то что случилось с кем-то кто ее очень близок она боится что это заметит завсегдатые ночлежки возможно там мы и найдем ответы да мы нашли дневник Фионы в сундуке в ночлежке а это это вот это вот это некорректно отработало это нужно второй дневник найти давайте последнюю книжку прочитаем вот эту спутник ученика книга третья использование волшебства в определенных затруднениях для выявления невидимых ловушек используйте фейское сияние или видение невидимого чтобы обойти о вот это я не знал чтобы обойти неизвестные письмена используйте полет чего или газообразность неизвестные чтобы остановить вредные заклинания из-за которых могут сработать ловушки используйте контр заклинания блин хороший совет почему мне эту книгу в начале не дали я бы столько с ловушками не мучился там с этими загрузками перезагрузками бля время бы сэкономил прям много ладно у меня уже не лезет конечно если честно столько всего прям этих зелий блять ебучих это тебе надо сосредоточения ммм 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 Мужчины, женщины, дети. Вход закрыт для всех. Что за издевательство? Десяток лет назад врата Балдора принимали любого, кто нуждался в убежище. Кто еще помог бы этим беднягам, как не самоцвет Балдурана? Когда я уходил из врат Балдора, город был надежным убежищем для каждого. Должно быть, Горташ тут все поменял. Пока Горташ у власти, они будут вьючиться у ворот, дрожа от холода. Разумеется, все это часть плана. Собери армию и натрави ее на город. Два. Закой городские ворота под предлогом безопасности. Три. Наслаждайся аплодисментами. Горташ не сделал врата Балдора безопасным убежищем. Он превратил город в тюрьму. И когда его армия проломит стены, людям будет некуда бежать. Чтобы превратить город в безопасное убежище, сперва нам придется утопить крови Горташи и его союзников. Я так понимаю, великая герцогиня Стелмина была убита. Ты ее хоть сколько-то знал? Мы виделись дважды. Первый раз, когда она, когда мне было лет 7 или 8, на банкете в честь огненного кулака. Я видел ее и влюбился в беспамятие. Каштановые пряди струились, подобно ивовым листьям. Она перемещалась из одной из залов в другую, как будто парила на облаках. Во второй раз Стелмина была другой. Она могла ходить только с тростью, и все равно каждый шаг давался ей с трудом. И говорила она хрипло, через силу. Жертва удара? Спросил я отца потом. Нет, ответил он. Даже удар не сделал ее жертвой. Ты ощущаешь неуверенность в голосе Уилла? Похоже, отцовское объяснение его не убедило. Мне кажется, за этим кроется что-то еще. Что-то всегда не давало мне покоя. На банкете казалось, что Стелмина смотрит не на нас, а сквозь нас. Но второй раз она не сводила с меня взгляда. Он был стальным, острым, непреклонным. Возможно, это лишь воображение, но я всегда считал, что она так изменилась не только из-за удара. А вот из-за чего, понятия не имею. Какого удара, о чем речь я понять не могу. Как ты думаешь, убийство чьих это рук дело? Понятия не имею, но подумай вот о чем. Моему отцу всадили паразита, Стелмина убили, горожане напуганы, совет не дееспособен. Чтобы навести порядок железной рукой, сперва надо посеять хаос. Стратегия тирана, как сказал бы отец. Эти убийства не случайны. Кто-то влиятельный направляет руку убийцы, и это все ослабляет город. Орин, Сква, сожги тени, в которых они скрываются, сорви с нее маску, и ты увидишь ее истинное лицо. Дрожащего от страха ребенка. Итак, избранная Баала Доббельгангера. Ничего удивительного, эти твари всегда были его любимчиками. Орин тебя испытывает. Она то ли играет с тобой как хищник со своей едой, то ли опасается того, что ты можешь сделать. Хорошо. Она хочет, чтобы мы ударились в паранойю, тогда мы скорее допустим ошибку. Именно. В прошлый раз, когда я воевала с Допбельгангерами, отродя Баала, Саревок использовал их, чтобы подчинить себе городское руководство. Он рвался к власти. Но Орин куда больше хищник, чем политик. Она просто хочет, чтобы мы чувствовали себя загнанной жертвой, отрезанной от всего. Передай лорденышу, что Орин за ним следит. Похоже, между Орин и Гарташем нет согласия. Надо этим воспользоваться. Мы должны поддерживать это. Так, ну ты им вроде ничего мне не скажешь нового. Привет, мой дорогой. Привет, чудо-мое. О! Ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Супер! Истинный герой врат Балдера. Охренеть! Я ж подоился. Да чего же хорошо в лагере. Тут всегда так интересно пахнет. Вот и славно. Здесь твой дом, и мы тебе рады. Да, дом здесь. Да и Дринго без меня уверен справиться. Он всегда был ко мне так добр. Все, что ли? Я надеюсь, что ты хорошо держишь, парень. Пойдем. Я слушаю. Я задумываю... Ты не знаешь, что ли? Если ты уверен. С- Наши сладкую булочку мы пока здесь оставим. Долбаные оборотни. Она пытается испоганить самое ценное, наше доверие друг к другу. Но ничего, у нас есть чем ответить. Моими любимыми приемчиками, например. Мне. Надо ее, кстати, переодеть немножко. Я сражался с великими злодеями. Надо мной насмехались мерзавцы всех мастей. Но Орим, она даже хуже Торма. Ее разум искажен до неузнаваемости. Но что она способна и куда нанесет новый удар? Так. Взяли. Ребят. Я бы тебе спасибо. Не знаю. Не упорядочивается у нее инвентарь почему-то. Так, так, так. Один раз за ход, когда вы совершаете рывок, вы получаете эффект излобления. Ну, рывок мы не совершаем, поэтому... Вот. Ряд латунного города, блин. Это мне надо такое носить. Блин, а где доспех этот тканевый-то? Вот он. Вот он. Хотя... Ну, пусть так. Ладно. Так, давайте запылесосим еду. 103, охренеть просто. Мусора просто безумное количество. Мусора просто безумное количество. Мусора просто безумное количество. Просто шок-контент. Так, ладно. Посмотри вперед. Посмотри, ты же караскаешься. логово дьявола ну погнали вот и траквоз у него у вот это прям очень интересно это прям очень интересно извини но мне придется и оставить тогда и астреона да ёптать ну ладно похожу с этими обрубками потом ему отдам и каково но и и и и и Если у тебя есть какие-то оборудования, они будут заработать свою компанию. Лол, где она? У Карлок там где-то в очки потерялась. Они на крыше заспаунились. Лол, вообще. Блин, это хорошо, что ты живёшь! Понял! Это праздник игры. Что это теперь? Выходи. Что это? Какой путь стоит перед мной? Когда я был ребенком... ...когда я был маленьким, отец в первый раз посылал меня в Ласку Шерес отнести записку. Откуда мне было знать, что там делают за закрытыми дверями? Едят, спятся, выкупляются всеми возможными способами, разумеется. То, что так очевидно тебе, было совсем не очевидно мини Уиллу. Мини Лайзель вела не такую тепличную жизнь в яслях Клир. Мало что пряталась за дверями. Давно не было у нас диалогов между персонажами, но у нас... Потому что партия почти не меняется, мы с одними и теми же постоянно ходим, поэтому как бы ничего удивительного. Ты должен выслушать меня, дьявол. Я сделаю все. Отдам тебе все, что угодно. В этом мире есть лишь одна вещь, которой я желаю. У тебя ее нет и никогда не будет. Китрак? Какую сделку он может заключать с дьяволом? Ты должен мне помочь, Рафаэл, ради моего народа. Помолчи, Восс. Мои гости пока этого не знают, но, возможно, их желание совпадает с твоим. Только в отличие от тебя, им есть что предложить мне взамен. Лайзель, у этого дьявола есть ключ к свободе нашего народа. Сейчас, здесь ты можешь решить нашу судьбу. О чем бы ни был ваш с дьяволом разговор, я должен узнать о нем. Найди меня в баре, когда освободитесь из его костей. Я рад видеть тебя здесь. Хоть пока и не у моей двери. Пока, зато готовы для окончательного решения. Еще одна вещь, прежде чем мы начнем. Что он делает? Первый раз после путешествия на наутилоиде твое сознание становится ясным и пустым. Это непривычно. Я чувствую пустоту. Что ты сделал? Я отсоединил на время карманного эликида твоего разума. Сейчас он нас не слышит. А где подвох? Я доверяю эликиду больше, чем тебе. Хм, тогда говорит свободно. Рассказывай, для чего ты меня сюда пригласил. Я притащил тебя сюда, потому что верен своему слову, и потому что могу избавить тебя от последствий твоей славной личины чьей истории. Это значит, что ты и твои милые товарищи сможете с облегчением позабыть о перспективе обладания щупальцами. Поговорим на чистоту. Я буду честен. Ты меня впечатлил. Я не ждал, что ты так долго продержишься и далеко зайдешь. Но как бы то ни было, твой путь все равно ведет к пропасти. Я имею в виду неизбежный конфликт со старшим мозгом. В лучшем случае он уничтожит тебя и всех остальных в городе. В худшем, он тебя поработит, и свободной воли у тебя не хватит даже на то, чтобы желать умереть. Я надеюсь, что ты был милый. Ты имеешь ключ к уничтожению мозга, и ты держишь в руках. Астральная призма? В некотором роде. То, что тебе нужно, находится внутри призмы. Не летит. А гид. А гид. Я могу дать тебе средство его освободить. Говори, дьявол, мы слушаем. Мы слушаем. О, ты... Так ты предпочитаешь до конца своих дней облизывать императорские щупальца? Орфей, твоя единственная надежда — пережить несчастье, не превратившись в элитидо. Тебе он будет другом, ведь ты все-таки сражаешься против старшего мозга. Все имеющиеся у меня свидетельства указывают на то, что Орфей мой враг, а император — союзник. Если бы я знал, что ты — самая наивность, я купил бы твою душу за горсть стекляшек при первой же нашей встрече. Ты для императора лишь транспортное средство, те главой волк, который привезет его прямиком к старшему мозгу. Вола надо кормить и изредка бить, чтобы он шел куда надо. С тобой управляться куда проще. Словами императора — и манит тебя, как морковка, и погоняет, как хлыстом. Возможно, Орфей и правда объединится с тобой против старшего мозга, но если, оказавшись на свободе, он откажется тебе помогать, вероятно, его придется убить. Логично. Абсолютно. Что ж, стоит рискнуть. Как мне освободить Орфея? Орфический молот — артефакт, способный разбить оковы принца Орфея, бережно хранится. Представь себе, у меня в Доме надежды. Даже сейчас. Надо же, как удачно у тебя нашлось именно то, что мне нужно. Какое везение, правда? Что еще удивительнее, ты можешь ждать мне именно то, что надо мне. Вновь. Ну так вот, кто бы сомневался. Чего ты добиваешься этим для себя? Власти. Ты освободишь Орфея и тем самым спасешь город, побережье мечей, быть может и весь мир. Ну и свою бесценную шкуру, конечно. И... Взамен ты дашь мне корону, которая сейчас управляет старшим мозгом. Опа. А ты, Лейзель из Яский Клиир, ты ведь хочешь освободить забытого принца, не так ли? Я хочу этого больше всего на свете. Тогда мы договорились, не так ли? Молот в обмен на корону. Сделка века. Лейзель из Клиира. Искушение велико, но скажи, зачем тебе так понадобилась корона? Я жаждал ее с тех пор, как много веков назад Архимак Карсус создал ее и навлек гибель на всю империю Натерил. Это была эра торжества. Торжества людей и Натерийские парящие города стали апогеем развития цивилизации. Я был там в тот день, когда им пришел конец. Целые города падали с неба, будто ангелы с переломанными крыльями. И крики. О, эти крики. Когда сотни тысяч людей в ужасе вопили, видя, как земля неумолимо вздымается все ближе. И происходит болезненная встреча. А виноват во всем был Карсус, которым двигало не злоба, нечистолюбие. Он выковал корону и напитал ее всей допустимой магической силой. Корону, надев которую, становишься богом. Смертным такая сила не по зубам. Корона уничтожила своего создателя, а его империя пала с ним. Безумие Карсуса. Так Барды и ученые зовут это событие. Я называю это надеждой. Надежда создать лучший мир, рискуя дать волю безудержной гордости. Тогда я понял, что безумие людей может стать приумфом дьяволов. И я мог бы использовать корону, чтобы объединить девять преисподних под властью одного верховного архидьявола. Меня. Супремя. Меня. Заре ли это не понравится, но даже я не настолько жажду ее раззлить, чтобы вручать преисподнюю этому ублюдку. Девушки, борщика, машину. Но не вручать. Я не знаю, что это было. Я не знаю, что это может быть. Мне кажется, что я не могу. Ух ты-порщик лагерства. Попробуем. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что это. Мange. Я не знаю, что это. Я пойду. Я иду. Я негатив. Что сумеешь сделать то, чего не смог Карсус Потому что я не смертный И я не ошибусь Лайзель такая грустная стоит Вообще от ее былой уверенности не осталось и следа Вот сравнить Лайзель в начале игры и сейчас Она вообще просто раздавлена и подавлена Если ты так велик, почему ты не завладел короной раньше? Архидьявол Мефистофель успел схватить корону Утащил и упрятал в одном из хранилищ Бессильный архивариус, собиратель пыли Не использовать такую силу, такой потенциал Он сделал из чуда музейную рухлядь Я полал яростью, но лишь лет 10, не более А потом стал ждать Пристально следил, больше тысячи лет И ждал какой-нибудь его ошибки Неудачи, происшествия И вот наконец избранные, которые так сильно тебе наставили Оказали мне такую услугу Они вернули корону в игру Тебя взбесило, наверное, что какие-то смертные смогли выкрасть корону, на которую ты сам не сумеял наложить руки Не без этого Особенно, когда я увидел, какой бессмысленный и кровавый хаос они устроили Должно быть, они ограбили хранилище Мефистофеля Да, признаю, это впечатляет Но скорее всего они все умрут Если их не убьешь ты, это сделает старший мозг В привычном для тебя понимании у мозга нет, конечно, но сейчас он по-своему разозлился Это неизбежно, когда ты уничтожишь мозг, рано или поздно ты это сделаешь, потому что должен Корона будет у тебя в руках И когда придет этот миг, ты отдашь корону мне Взамен я дам тебе молот Сейчас же, немедля Простая сделка, на первый взгляд, но на самом деле он предлагает тебе способ, как избавиться от элитидов в своей голове Если ты договоришься с Рафаилом, то сможешь освободить Орфея, а когда Орфея окажется на воле, император станет тебе не нужен Но нет никакой уверенности, что Орфей примет твою сторону И если ты заключишь сделку, придется исполнять ее условия и вручить корону карсусу дьявола Он утверждает, что хочет лишь одного, объединить все преисподни, но где гарантии, что он на этом остановится? Доверяешь ли ты ему больше, чем императору? Придется дать дьяволу то, чего он хочет Принц кометы должен восстать Я сам смогу управлять короной, когда получу нотерийские камни Ха-ха-ха Извини, так ты не шутил? Корона повергла всех, кто пытался укротить ее мощь Архимагов, императоров, богов Тебя она просто разорвет на части Я лучше уничтожу корону, чем допущу, чтобы она снова попала в плохие руки Очень недальновидно Куда лучше отдать ее в правильные руки Руки, которые унесут ее далеко-далеко из этого мира И помогут тебе задержаться подольше в этом Ага, и нужно либо да, либо нет Ха-ха Ох-ох-ох Ох-ох-ох-ох-ох Вот это, конечно, авантюра Ладно, я согласен, где расписаться? Что? Ты это серьезно? Вот здесь Не беспокойся, в контракте все в полном порядке Как только ты поставишь свою подпись, ты получишь средство освободить Орфея Молот Ты гарантируешь, что отдаешь мне корону, как только мозг будет повержен А я также клянусь, что никогда не воспользуюсь короной для управления смертными А что если я не отдам тебе корону, когда доберусь до нее? Я приду за своей долей Если откажешься отдать корону, то вместо нее я заберу ваши души И потом мы все соберемся в Доме надежды Я в своих нежных шелках, а вы лишенные своей нежной кожи Вы будете висеть там на крюках и любоваться гибелью мира Из нежных шелках, чтобы смотреть, как твой мир умирает Очень интересно Очень-очень-очень Особенно при том, что она не хочет, чтобы я это подписывал, а она хочет А этот Уилл вообще там стоит Ни А, ни Б, сказать не может А если я все-таки откажусь? Ну, я на самом деле хочу согласиться, потому что мне тупо интересно, что будет Задерживать не буду Иди, но следи за временем Оно почти на исходе Бежать ко мне потом, ты будешь в попыхах А я буду ждать тебя До самого конца мира То есть можно вернуться и все-таки подписать О, мои будущие любимые клиенты Готовы принять мое любезное предложение До сих пор надеешься найти иное решение Я буду ждать, ты еще вернешься У меня, правда, есть еще четкое ощущение, что он может потом затянуть гайки этого условия И сказать, что, типа, нет, я хочу больше Способ освободить принца кометы был совсем близок Лишь протяни руку, и ты отказался от него Почему? Я не верю дьяволу Этот орфический молот наверняка бесполезен Не глупи Продавец связан контрактом точно так же, как покупатель Молот должен быть настоящим Иначе Рафаил не сможет получить корону Хвала комете, нам повезло Есть и другой вариант Дьявол хранит практически молоту себя в логове Если получится пробраться туда То мы сможем его забрать Молотом я разобью узы истинного наследника Гитьянки будут свободными Сперва к Восу, потом в Дом Надежды Рафаила Только не жди, что в этот раз нас встретят приветственным пиром Рафаил, небось, в ярости, что мы не пошли с ним на сделку И отлично Помнишь, что он сказал? Молот лежит в его Доме Надежды Если захотим, сами можем выкрасть его прямо у дьявола из-под носа Конечно, это будет непросто Дьяволы охраняют свои сокровища Особо смертоносными методами Так, молот лежит в Доме Надежды Если захотим, сможем тататам Рафаил, небось, в ярости, что мы не пошли с ним на сделку И отлично От отчаяния он может наделать ошибок Что ты предлагаешь? Нам нужно будет дьяволист Такой, чтобы знал свое дело И помог попасть в логово дьявола Надеюсь, он поможет нам туда проникнуть Ну все как один говорят, что мы типа его альтернативно можем украсть Наконец-то Ты снова здесь Я уже думал, ты совсем пропал Что-то мешало мне слышать твои мысли Это сделал Рафаил Рафаил, что ж, спасибо тебе за честность Ну конечно, я должен был предвидеть, что дьявол все пронюхает Они не могут устоять, когда дают смрад надвигающего хаоса И чего же он от тебя хотел Он хочет корону, которую носит старший мозг Дать дьяволу то, чего он хочет, это просто лучшее решение в твоей жизни И что же он предложил тебе взамен Способ освободить Рафея Скажи, что ты ему отказал По-моему, тебя это не касается Да, я ему отказал Хорошо, я рад Но будь осторожнее Дьяволы, как тараканы Что с ними не делая, они всегда возвращаются в хлебное место Ха-ха-ха Не сомневаюсь, что это была не последняя попытка Надеюсь, ты не забудешь и впредь, кто на самом деле радеет за тебя Без моей защиты тебе не справятся со старшим мозгом Ты даже не подобраться к нему не сможешь Чтобы там дьявол не шептал тебе на ушко Угу Хера у него тут писем Да Я, он не пишет стихов, эпическая поэма Пу-пу-пум Пу-пу-пум Шкаф с красного дерева Так, не-не-не-не, он его возьмет Сдобная булочка Так, белая пешка Белый слон Белый конь Что, перо гарпии? Нет, обычное перо Что-то доброе, я надеюсь Ничего нового Давайте посмотрим, что это сделает Так, мне интересно, что если я все эти письма прочитаю и потом попытаюсь с ним поговорить на эту тему Так, всякие булки мы Управляем в лагерь Дьявол не пишет стихов Прочесть Это героическая фантазия в стихотворной форме Рассказанная от первого лица смелым поэтом, который вызывает дьявола Явно списанный с Рафаила Но на поэтический поединок, чтобы вернуть душу возлюбленной Следующий куплет обведен красными чернилами Дьявол хохочет Коль стих не удастся, придется с душою тебе распрощаться Ха, я мастер воевать стихами Я рифмы щелкаю горстями Я их не делаю, тебе пляп Не буду здесь, не будет здесь когтистых лап Вот это батлы, конечно Так, сборник происшествий Здесь собраны прошения Записки и письма смертных к Рафаилу С просьбами о милости, помощи и содействии В примечаниях на полях указаны Любимцы дьявола, как в данном примере Пишет, что хочет убрать с дороги своих братьев и сестер И полностью взять под контроль семейный бизнес Лишь потому, что сделав это Сделав его прибыльным Он так почтит их покойную мать Какое замечательное лицемерие Остается только восхищаться Для меня нет никакой выгоды в том, чтобы забрать себе Его черствую душонку Если я ей помогу То исключительно ради любви к искусству Но если себя не радовать То зачем вообще все это затевать Так, белый конь Прочесть Белый конь, пришло время исполнить свое задание Как командир морской башни Ты знаешь всех других командиров огненного кулака Выясни, насколько они готовы поддержать Повышение С полоха портир до маршала А возможно и выше Тех, кто нейтрален Убеждай встать за портир Когда начнут расти ее известность и власть Что касается тех, кто против нее Не дави на них Только отметь их имена и должности С ними будем действовать иначе Это и скупит твой долг И несомненно подготовит тебя к более ответственной работе Приготовься Белый слон Приготовься произвести в своем храме пламенную речь Восхваляющую в сполоха портир За ее успехи в защите города и борьбе с преступностью Очевидно, она любимица и смертных богов И ты можешь намекнуть, что судьба, вероятно, пророчит ей Встать во главе врат Балдура Твою проповедь целиком напечатают в балдурском вестнике Так что не забывай, что разговариваешь не только с почитателями Хельма Но и с каждым жителем врат Ораторствуй, возвышайся и восхваляй Это и скупит твой долг И не сомневаясь В новом режиме ты станешь одним из решающих игроков Приготовься Белая пешка Тебе приказывается найти известное нераскрытое преступление Сознаться в нем и сдаться в руки портир Предварительно договорившись в балдурском вестнике Разглашение нужного репортера ты знаешь Твоя должность в казарме кулаков Должна помочь тебе с легкостью определить Раскрытие какого преступления существенно увеличит славу портир Это и скупит твой долг Не спрашивай зачем Роль пешки жертвовать собой Чтобы другие фигуры могли выиграть игру Ох, что-то он затеял Ох, затеял Вот это да Два пропуска Ладно, потом разгребу Блин Я потерял записку эту Черт Вот это факап Ладно, хер с ним Потом как-то-нибудь найду Мои любимые будущие клиенты Ау Хорошо Давайте вернемся в лагерь И поговорим с другими ребятами Как они прокомментируют всю эту ситуацию А, еще надо кстати, да Так, заключить сделку с дьяволом Угу Это у нас продвинулся этот квест Мы его уже дополняли Дополняли Мы отказались заключить сделку с Рафаилом Но дьявол сказал, что вернется Если мы передумаем Предложение остается открытым Угу Так, освободить Орфея Мы знали, что освободить Орфея Из заточения в астральной призме Можно с помощью орфического молота Молот находится у Рафаила Так что придется отправиться за ним В ад В роскошное жилище дьявола Дом надежды Угу Понятно Что еще? Помочь Китраквосу Поговорить с Восом Власки Шарес Рафаил предложил сделку Если он отдаст нам орфический молот С помощью которого можно освободить Орфея Мы вручим ему корону Карсуса Как только одолеем старшего мозга Мы отказались Наверное, стоит поговорить об этом с Восом Который ждет в таверне Ласка Шарес Угу Так, у нас тут что-то миллион квестов всяких было Да, ого Так, у Энгит Янки Поговорите с Восом Угу Отказавшись от дьявольского договора с Рафаилом Лайзель предложила поговорить с Китраком Восом Может быть он знает другой способ освободить Орфея из тюрьмы Угу Ну вот как тут во всем этот волшебник из Глубководи замешан Мне прям безумно интересно Мы поговорили с дьяволом Рафаилом И он сообщил мне, что Разыскивает легендарный энтерийский артефакт Корону Карсуса Не тали это корона, что венчает старшего мозга Угу Так, ладно Жажду ваших комментариев Дорогие спутники Великий дьявол что-то совсем расслабился Он сделал нам предложение уже после того, как рассказал, где искать орфический молот Что ж, наверное, придется проверить, насколько гостеприимен этот дом надежды Молот нам бы, конечно, был полезен, но я рад, что мы у дьявола не в долгу Этим тварям достаточно дать палец Откуйся даже не по лохоти, а по самую пятку Хе-хе-хе Так, ну эти мне вроде ничего нового не скажут Шэдоу Хард Любовь моя Значит, никакой сделки с Рафаилом Ну и ладно Я все равно не хотела бы доставлять ему такое удовольствие Отказаться от договора с дьяволом было правильно Давай подробнее поговорим об этом потом Пока скажу одно Корона необходима для исполнения нашего плана Какого я уже забыл? Я по своей воле никогда бы не заключил договор с дьяволом Отказать Рафаилу было мудро Отказать Рафаилу было мудро Ну понятно В целом по существу мне никто ничего не сказал Ладно Че дальше Че дальше, че дальше Пам-пам-пам Парам-пам-пам Пойдем тогда с Китраком Воссом этим поговорим По ночлежкам мы побродим чуть позже Так, нет, не сюда Или сюда, подожди А, не-не-не, сюда Мне с двумя там нужно персонажами поговорить С женщиной и с Воссом А где Восс? Эй, ты повстречался с Рафаилом? Расскажи мне все подробности Иди сюда, давай с тобой ругаться не будем Просто интересно узнать Почему ты отказал боссу? Хм Я пока обдумываю другие варианты Это понятно Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор Босс может и дьявол Но он ведет дела честнее многих в этом городе Какую именно работу Ты для него делаешь? Много всякого Но прямо сейчас у меня только одно дело Ты Ты Я говорю с тобой откровенно Как смертная со смертным И прошу тебя подписать контракт Если победит мозг Вернется Империя Литидов И тогда падут целые миры Столько, что тебе даже и не снилось Рафаил может этому помешать Он хочет и знает, как это сделать Ключ ко всему ты Ты с самого начала ключ ко всему Угу Почему он тогда требует от меня чего-то Вместо того, чтобы просто помочь? Он же дьявол Но он же дьявол все-таки Хочет получить свое Не верю, что дьявола беспокоит судьба мира Так, а если бы торговал? Ничего тебе интересного Не буду пытаться выставить его альтруистом Но у него тут свой расчет Нет мира, нет души Нет души И договариваться с Литидами сложно Вот уж кто ужасные клиенты Может я ему слишком поспешно отказал Ничего подобного Думаю, да Но это не страшно Время еще есть Не торопись Сядь, выпей Поразмысли Иди к нему, когда соберешься с мыслями И ты чувствуешь себя восстанавливать Угу Серьезно, где китрак? Куда он свалил-то? А, вот, я б мимо него прошел Хм Хм Гейм Плей Вос Друг кометы Лайзель из Клира Несравненная воительница Скажи мне, что вы с дьяволом договорились Скажи, что ты спасешь наследника Гид Обман Мы заключили сделку При вере же возможности я освобожу Афея Рафаил не предлагал никакой сделки Да, вообще Один вариант Краши другого Просто Серебряный меч Восу Нихера себе Выкупить могу Вот это прикол Убийца всего иномирного Против гитянки Аберрации, бестии и элементария Это оружие имеет бонус Уброскам атаки И все, что ли, только поэтому? Я найду другой способ освободить Афея Я не для этого зашел так далеко Чтобы позволить тебе Отвернуться от сына первой матери Ты удостоил меня своим доверием, Вос Я тебя не подведу Да, и у меня, похоже, нет иного выбора, кроме как тебе довериться Есть лишь одна призма И ключ к ней ты Найди способ раздобыть молот И вызволить Афея из призмы Я пока соберу оставшихся живых гвардерейцев и буду решать, что делать дальше Вместе мы освободим истинного наследника благословенной империи Гид Он избавит нас от лаокиты и поведет наших петраков воевать с хайками Истик, я буду ждать в подземелье Отыщи меня, когда молот будет у тебя В каком подземелье? Где? Стоило Афею учуять личинку Его стражи перешли в нападение А не набросится ли он на нас, когда мы его освободим? Принц Кометри радеет о благе всех гигиенки Это важнее, чем ненависть к одному отдельно взятому индивиду Он может вспылить, когда ты придешь вызволять его Он может скрежетать зубами и проклинать тебя Но он образумится, я обещаю Как ты думаешь, где Рафаил хранит орфический молот? Такой дьявол, как Рафаил, не останавливается на берегу Стикса Не имея на то веской причины Там должно быть его святилище Роскошное, разумеется, где он может удовлетворить все свои порочные страсти Дом надежды Нам нужно туда пробраться Дом надежды, говоришь Трудно подобрать более подходящее название В любом доме есть вход, истик Даже если это дом в аду, и тебе надо найти его Ты зря тратишь свое и мое время Наш истинный враг, старший мозг, сосредоточится на этом Моя любимая, нестинный живот Моя любимая, нестинный живот Что ты думаешь? Верно? А... Что я могу сделать для тебя? Лип... Письмо к Вовосу прочесть Как я... Как рада я была получить от тебя столь неожиданную весточку, мой дорогой Воз Подумай только Кажется, еще вчера я наблюдала, как ты бороздишь просторы Астрального моря Во славу твоей возлюбленной королевы Влаокит Но насколько же все изменилось, с тех пор не находишь Что касается твоей не столь уж незначительной просьбы Возможно, я смогу тебе кое-чем помочь Да, я обладаю возможностью вытащить пленника из Астральной тюрьмы Но в обмен мне нужно самое ценное из обещаний То, которое ты не можешь мне дать Но если мужчина столь видного положения просит встречи Кто я такая, чтобы ему отказать? Ищи меня во вратах Балдура, на верхних этажах Ласки Шарес Жду не дождусь Услышать из первых уст, чем же ты сейчас занимаешься А-та-та-та-та-та-та Интересненько, интересненько Воз отправился в подземелье, он будет ждать нас там Воз выполнил свой долг, теперь мы исполним свой Мы должны пробраться в Дом Надежды и забрать архический молот Когда мы в следующий раз проникнем в Астральную призму, мы освободим Орфея с помощью молота Чек Аз... А-а-а-а Ха-ха-ха Ух ты позе стоит Неуязвимость у него, и при этом всего один хел Неплохо Это не я Это... Чё? Мда Вот это да А где ста... А, вот Существует невосприимчивое ко всем типам урона Метнуть даже нельзя Ну привет, любовничек Я даже почти соскучилась, ты что-то хотел Как ты? Как ты? Честно, сердце бешено колотится, скоро все закончится, мои родители близко, я точно знаю, спасибо тебе, вряд ли я бы смогла зайти так далеко одна Я не уверена, что я бы никогда не смогла сделать это так далеко, но я не знаю Хорошо Так, невесту свою взяли Ну конечно, привет, любовничек, это че-то вообще пиздец А, это вот Так, и забираем нашего... Перегруженного волшебника Пойдем быстренько торганем Да Быстро чё так гейл там еле-еле плетется но он торгануть его его инвентарем я все равно смогу полетели обвитшая липкими похожими на веревки водорослями это створка гигантской раковины может сгодиться в качестве щита я наверно все-таки на память ее себе оставлю не буду продавать подумающий конечно ой-ёй-ёй-ёй так инвентарь неудобно прыгает если честно что это откуда у меня это это на создание воды посох это на накопление молний это на это у меня это пужцы окей это это что Да уж бы с животными, наверное, тоже можно было продать. Я уже больше половины из этого вообще не помню, для чего нужно. Продолжение следует... 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 Так, смотреть на чележку Фрейга. Может, из-за того, что мы уже здесь все облутали и нашли когда-то этот дневник, у нас квест так некорректно и отработал? Может, в этом дело? Наверное, я бы разрушил его голову. Может быть. Просто даже непонятно, на каком этаже мне там попытаться начинать искать вообще хоть что-то. Чистый холст. Чистый холст. Угу. Угу. Уже? Ну, когда не я, припадал. Угу. 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 А-а-а-а-а-а-а... этот фионовский. Так, секунду, извиняюсь. Так. В общем, вот, видимо, да, мы его все-таки здесь подобрали, потому что у нас два дневника фионы. Это первый и вот этот второй. Угу, да, вот. Я не помню, где мы его здесь подобрали, но можем попробовать следующее. Типа, выкинуть его. Прочесть и подобрать. Ну, что-то, в общем, да, не работает. А, вот ее. Сундук, я что-то это... Протупил как-то благополучно. Ммм. Сейчас он уйдет. Сейчас он уйдет. Понятнее, конечно, не стало. Понятнее, конечно, не стало. Мы это не читали. Дьявольские байки, собранные грешнагом, невнимательным, бесом-архивариусом. Вроде читали. Знакомое какое-то имя. Запись 18. Бяка-улыбака. Да, читали про Бяку-улыбаку. Видимо, не взяли. Скорее всего, читали в храме, когда бродили там везде. Так, ну и как мне квесты этот дальше продвинуть? Он у меня, судя по всему, как бы там уверенно лаганул. Я не могу. Я marine-то. Жизнь. Вммм... В общем, погуглил я, и вычитал, что, во-первых, фолиант мы откроем совсем скоро. Всё-таки, действительно, для этого нужно было добраться до Врат Балдора. Ну, типа, дочитаем его до конца. Я не знаю, что кровь закапан кровью. Ты понимаешь, откуда взялась кровь. Под кроватью спрятан труп. Я знаю этот ключ. Он в точках той же, как у трупа, который мы нашли в подземелье. Так, лучше жене и лучше матери. Потускневшее кольцо с гравировкой Фионе. Лучше жене и лучше матери. Так, ладно. Как ты умерла? Сын убил. Моя сына. Сыновные предательства. Это повесть стара, как сам мир. Я не знаю, как сам мир. Мы не грозим. Узнал его тайну. Сыночек. Ах, сладкий сын! Почему? Убил Горожан, медленно наслаждаясь этим. Он любил это. Ах, сладкий сын! Повторяйся в静е. Смеха мощности. Морж. Он нашел его секрет! где где найти не знает она спрашиваем что за тайна была хотя как выглядел твой сын 2 похож на меня одет в красное вот и все вот блин знали бы это раньше летающему слоненку бы рассказали а что спикап Фиона убили, я нашел ее тело Бедняжка Совсем убили О, все демоны ада, мне лучше затаиться Пиши тихого, под плинтусом Ну да, тут Тоже гном в красном Я нашел наверху труп дворфейки, ее убили Убийство? Здесь? Печеньки Балдурана Это должно быть Фиона Бедная девочка, она была очень хорошая Надо сообщить мамзеле, хозяйке ласки Тут напротив Божечки, как она будет расстроена Знаешь, я остаюсь Если бы убийца охотился за мной, мой труп бы уже затолкали бы куда-то Под доски Нет, ну Оказывается, такое чуть не на одном пятачке проходится Я нашел тело Фионы, ее убили Убили? Убоги Бедняжка Во имя матери всех кошек Я надеюсь, что она не страдала Я буду скучать по величеку Адва сера А последние клиенты как скучай будут Они на нее слетались, как мухи на мед Батеря Фионы Это серьезный удар по моему кошельку Надо бы ее заменить Женщина мертва, а ты думаешь о деньгах Сладусь, это брата Балдера Я видела убийств больше, чем правый глаз мясника Время для слез еще придет Сейчас, как бы жестоко это ни было Должна заниматься делом Точнее, его отсутствием Наверняка, хоть что-то для меня-то найдется Монет у меня мало Зато грехов в изобилии Поговори с близняшками Дроуф Барриас Среди-то всегда Тефа Они ходят легенды Почти мифы Скажи им, что они твой подарок от Монзели Будет И пусть они тебе покажут, почему Что-то еще на твоей голове, сладкий? В самом деле, ты слишком красивый Про дьявола мы у нее спрашивали уже Поздравляю, мы это завершили Узнав в судьбе Фионы, Монзеля Мира была убита горем За хлопоты она наградила нас правом уединиться с работающими на нее близняшками Дроу Найти их можно в баре Узнав в судьбе Фионы, мамзеля Мира была убита горем Узнав в судьбе Фионы, мамзеля Мира была убита горем Опять по новой Я же с ними говорил на все эти темы Моя мама, ты есть, но не будь лжи Поверь мне, ты не хочешь Мы мы твиттеры Мы можем сделать небольшое шоу Смешать с другом, но... Ну, это интересный проспект Я бы хотела тебя себе Ну-ка, а сейчас И по новой, ну ясно Ну, я, наверное, не буду брать эту награду И на этом уже действительно предлагаю закончить Продолжим в следующей серии Благодарю за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok